Пять ошибок в преподавании онлайн. Иногда мы учителя тоже совершаем ошибки, и сейчас расскажу, чем я тоже порой грешила. Важно всегда думать, как вы выглядите. Хотя это не самое главное на уроке, но все еще не лишним будет проверить ваш задний план и освещение. Сильно пересеченное лицо – плохо. Ученикам нужно видеть ваш артикуляционный аппарат, то есть рот. И разумеется, нужно следить за тем, чтобы в кадр не попадало лишнее. Вы не пользуетесь гарнитурой? Плохо. Хотя вот я сейчас могу себе позволить ее не использовать, так как у меня шикарный микрофон, и ученики сами себя из колонок не слышат. Наушники надевают только, когда дома не одна. Иногда микрофон гарнитуры расположен слишком близко к рту, и некоторым ученикам приходится слушать перегруженный звук, но боятся об этом сказать. Обязательно слушайте самих себя. О, я постоянно работаю над тем, чтобы не начать болтать. Если раньше я активно читала задания, то сейчас я разве что помогаю задать вопрос. И когда знакомимся с новыми словами, я даю ученику прочитать самому, тем самым узнав, какие из этого списка слова для него по-настоящему новые. Делать упор только на устную речь или только на письменную? Плохо. Или на каждом уроке грамматика? Ученики устают от одного и того же вида деятельности, а кому-то и вовсе не нужно учить ту лексику, что предложено в учебнике. В индивидуальных занятиях мы можем пропускать некоторые разделы юнита. Не стоит забывать о том, что мы можем и иногда даже должны пользоваться учебником лишь как вспомогательным инструментом. Например, мне постоянно приходится адаптировать юниты под индивидуальные занятия. Я раньше сидела и ждала, когда же родители или сами ученики спросят меня, ну как же они там, как продвинулись. Но поняла, что нужно самой давать фидбэк, благо я всегда даю совет в начале занятия вести дневник на английском языке, чтобы потом вернуться к его началу и поискать там свои же ошибки. А еще на платформе, где проходят мои уроки, есть возможность записывать аудио. Это тоже хороший способ понять, улучшился твой английский или нет. Так, помимо моего основного письменного фидбэка, ученики получают возможность самостоятельно оценить свой прогресс и узнают, как же над чем еще можно поработать. Не оставляйте своих учеников без обратной связи.